С левой емкость с водой после первой стадии обработки механической, справа уже та жидкость, которая выходит в глубоководный выпуск. Разница очевидна. На адлерских очистных сооружениях стоки проходят несколько этапов дезинфекции, начиная с фильтрующих решеток, где задерживается крупный мусор, до биологической очистки с использованием ультрафиолетовых ламп. Жестким ультрафиолетом убивают большую часть патогенки и разных вредных микроорганизмов. После этого вода, уже очищенная и обеззараженная, поступает по трубопроводам в глубоководный выпуск моря. По прозрачности и по глубине очистки эта вода чище, чем мзымта речная. Степень очистки источных вод определяется автоматическими анализаторами, а также сотрудниками лаборатории. Исследования взятых проб на адлерских очистных сооружениях они проводят ежедневно. Анализ же морской воды, где выходит глубоководный выпуск, проводится каждый сезон. Специалисты утверждают, все соответствует нормам. Даже тот факт, что в начале декабря прошлого года в результате сильного шторма выбросила часть коллектора, на экологии никак не отразился. С того момента глубоководный выпуск остался в рабочем состоянии, от него осталось 2200 с небольшим метров. Если брать Санпин, для сегодняшней производительности наших очистных, она менее 50 тысяч метров кубических в сутки, можно на глубоководный выпуск длиной не менее одного километра. У нас он сегодня 2200 метров. Проблема, которая существует, это то, что воду необходимо сбрасывать через специальные рассеиватели. И в нашем случае они были установлены в хвосте, там, участок 200 метров, их 18 штук. Сегодня, к сожалению, их нет. Ограничена сейчас и производительность очистных. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо восстановить глубоководный выпуск. Работа над этим уже идет. Кусок трубы длиной больше 200 метров сейчас находится в устье реки Мзымта. Это лишь третья часть глубоководного выпуска. Основной причиной порыва хвостовой части коллектора специалисты считают дефект сварочного шва. Ошибка была допущена норвежской компанией на стадии монтажа. Повторно, этот кусок трубы использовать невозможно. Невозможно, он получил сильные повреждения, поэтому для восстановления коллектора заказали новую трубу длиной 250 метров. А этот кусок является вещдоком, ведь по факту прорыва глубоководного выпуска возбуждено уголовное дело. Эту трубу берут в течение трех дней сразу после разрешения на это следственными органами, когда станут известны фигуранты по этому делу. А вот морские работы по расчистке дна и подготовке к прокладке новой части коллектора стартуют в начале мая. Монтаж новой части трубы планируется произвести в 20-х числах. Сейчас идут переговоры с компаниями-подрядчиками. Полностью восстановить глубоководный выпуск получится в июне.